Предлагаю поселиться у них на зубах в виде желтого налета. Ты опять говоришь не то. Лучше будет, если мы поселимся у них на зубах в виде черных прятей. Леденец и Шипучка строят коварный план, как разрушить зубы детей. Но у них ничего не выходит. Ребята чистят зубы каждый день, утром и вечером. Как правильно ухаживать за полостью рта показывают ученики лицея номер 11 в спектакле «Кариозные монстры». Яна Зарубина исполняет роль Шипучки уже пять лет. Моя вероятность в том, что я приношу именно налет, то есть желтый налет, который потом образуется в камне, и потом зубы из-за этого выпадают. Спектакль – часть проекта «Счастливые улыбки». Для несколько лет врачи-стоматологи ведут работу с химкинскими школьниками по профилактике заболеваний полости рта. Начиналось все с детского стоматологического кабинета в школе. Сейчас юные артисты выступают с ярким шоу на многих площадках Подмосковья. Подают пример другим ребятам. Мы проводим уроки здоровья в школах городского округа Химки, проводим профилактические осмотры при этом, ведем беседы с родителями, с педагогами. С педагогами на педсоветах выступаем, объясняем, как нужно заниматься с детишками. Далее в обязательном порядке проводим образовательные уроки, где на специальных макетах обучаем правильной чистке зубов. В день всемирного стоматологического здоровья химкинские школьники выступают на главной площадке праздника – в реабилитационном центре детства. Организатор – Московская областная ассоциация стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. В Московской области это уже проходит данное мероприятие четвертый год подряд. С каждым годом количество площадок и охват населения растет. В этом году девизом является «Позаботьтесь о здоровье рта, обратитесь к стоматологу». Необходимо донести до каждого, что нужно посещать стоматолога обязательно два раза в год для профилактического осмотра. После спектакля – полезные подарки артистам и зрителям. В этом году Всемирный день стоматологического здоровья отметили на 45 площадках Подмосковья. Субтитры создавал DimaTorzok